Привет дорогие друзья, с вами Тайная Налой И сегодня для вас прям множество новостей Которые я к вам хотел подъехать и рассказать Но не дорогие друзья До меня дошло слух и очень интересно Что на полях у нас в стране Ложат кто-то катком Так, чтобы считали, что это пришельцы Но увы дорогие друзья Такого еще у нас не было Пшеницу конечно жалко было Но были такие моментальные люди Но речь идет о именно Что случилось в Канаде на кукурузном поле Вам не рассказывали Но я вам расскажу Один фермер решил проверить Свои кукурузные поля Он видел какие-то интересные огни На его поле творятся И он подумал, что это какие-то студентики там балуются Взял фонарик, взял с собаком Но самое странное, что было, дорогие зрители Собака-то не лаяла Чувствовала она угрозу Да, скорее всего Но когда увидел фермер, что там происходит Просто у него чуть руки не отпали от увиденного А что могло там быть? А там было такое, что вам не снилось 18 или около 20 ярких шаров Просто-напросто ложили кукурузу Как они ложили? Но, конечно, не руками они ложили А какими-то сверхъестественными силами Они просто-напросто Кукуруза так ложилась, как будто по ней каток проехал И после этого он давал интервью на следующий день В новостях местные Но тут, дорогие друзья, случилось то, что и, конечно, было ожидать К нему приехали интересные люди в черном Но это не те в черном, которые вы, наверное, любители посмотреть фильм Это другие люди в черном приехали И он все поменял Он признался, что он сам ложил кукурузу Именно специальным катком Для чего это было сделано и для кого Конечно, понятно, чтобы отвлечь и закрыть тему На эту тему как пришельцы навсегда Да, его посчитали ненормальным Но или подшутили на дне Но, дорогие друзья, я не хочу об этом останавливаться У меня другой ролик, который вы сейчас увидите А этот ролик был снят, дорогие друзья Вы никогда не поверите Да, где-где, точно в России Точно я не знаю местоположение этого ролика Но сам ролик был очень убедительный Один парень рассказывал на своем ютубе, канале И вдруг, дорогие друзья, он заснял То, что, наверное, никто такого не видел В прямом эфире прям он заснял Как НЛО огромного типа Просто завис в небе Да, это посчитать можно, что это не настоящий ролик Можно считать, что он целенаправленно сделал так Чтобы отвлечь внимание Но подождите, дорогие друзья Во многих государствах Даже в Африке было сделано такое заявление Как необычное НЛО просто-напросто похищало скот Такое было Тоже почти в прямом эфире было снято Но и что? Тоже нарисовано? Я этому не верю Как пять пальцев у меня пока есть Но само происходящее, дорогие зрители Оно начинает проявляться очень тщательно И если сравнивать другие года И что сейчас творится Раньше-то скрывали от НЛО все Ну, НЛО, ну нет Просто-напросто говорят Да, оно есть Да, оно появляется И даже были множество заявлений Американских правительств Да, мы с ними имеем связь Даже необычную связь в каком плане Я слышал маленьким таким слухом Что американцы заключили договор с пришельцами За какое-то оружие Из-за этого они с ними имеют Очень интересную контактирование Связь Но, увы, дорогие друзья, в одном Иногда промахиваются в одну воронку два раза Но это неспроста К чему я вообще клоню? Мы сейчас заключаем такие местами договора Что потом, скорее всего, нам придется с этой планеты Дорогие друзья, садиться на Falcon 9 И лететь куда-то подальше Такое будет, но ни сегодня, ни завтра Может, через несколько лет А может, через сотни лет Заключили Вы же заключаете договор о купле-продаже То же самое здесь, дорогие друзья А я не хочу вас пугать В общем, у меня тема не напугать вас А, в общем, рассказать эту картину, дорогие друзья Есть еще одна новость Которая случилась в Бразилии Рыбак чуть не умер от страха Когда под водой он увидел необычное явление Это не какая-то не рыба Это гигантский НЛО Который плыл под этим рыбаком Да, такое бывает И многие люди вообще считают Что это чудо, что он спасся Но несколько из вас, конечно, диваны генералов Зададут вопрос Да, это была подводная американская лодка Или российская Или еще какая-то Но, увы, дорогие друзья Это не была подводная лодка Причина к тому, что сам рыбак Видел эту картину под собой Ну, не может подводная лодка Проплыть под рыбаком, кстати Если у него не атомная, реактивная Ну, элемент зрителя Но сравнивать другие рассказы Просто поразительно Но это, дорогие друзья, конечно, хорошо Но если сравнивать опять другую Это очень страшно Давайте мы посмотрим лучше, дорогие зрители Что я вам подготовил А подготовил я очень как раз Про того парня, который пытался В прямом эфире А может он целенаправленно рассказывал В прямом эфире Что он видит перед собой летающую тарелку И чтобы запечатлеть этих людей Он решил сделать из себя Хитрого, наглого и умного парня Ну, ладно, дорогие друзья Я сделаю так, что докажу Что это, скорее всего, ролик настоящий А вам только просто-напросто Ну, просто-напросто поставьте вот это Чтоб вы и все ваши вы И вы, ваши вы, вы Видели Ну, а так с вами был Как всегда, как всегда Тайна НЛО И как всегда мы раскрывали Самую большую тайну, дорогие зрители Ставьте лайки Самое главное И подписывайтесь на этот канал Спасибо, что вы меня смотрели Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok